Создание моделей. Время препровождения детства, передаваемое от отца к сыну. Начиная с 50-х годов, в Британии 1949 года, Гарри Фергюсон обратился к Airfix с просьбой изготовить модель их новейшего трактора для продаж и рекламных целей. Но в то же время они разрешили Airfix продавать модель как игрушку для детей. Чтобы снизить затраты, они создали модель в виде комплекта для самостоятельной сборки. И это был мгновенный успех. По мере того, как популярность модельного бизнеса быстро росла, расширялся и ассортимент доступных моделей. И по прошествии более чем полувека создание моделей все еще остается крупным бизнесом. Но возможно сейчас это менее популярно среди детей младшего возраста, чем раньше. Давай посмотрим правде в глаза. У них гораздо больше шансов быть уволенными, приклеенными к монитору, чем к чему-либо другому. Ну и что с того, что есть способ выйти на эту арену и познакомить этих детей с удивительно творческим времяпрепровождением, созданием моделей. Но на этот раз в виртуальной среде. Возможно ли это вообще и сработает ли это? Будет ли от этого какая-нибудь польза? Что же, я рад сообщить, что 8 февраля 2022 года разработчики Moonlit Cycubic выпустили свою долгожданную игру Model Builder, которая на самом деле квалифицируется в моей книге как симулятор. И кроме того, это чрезвычайно совершенное, и оно направлено не только на детей. Игра запускается с множеством примерно 15 вариаций моделей, все из которых сразу доступны из песочницы. Конечно, это число со временем будет увеличиваться, как и разнообразие предлагаемых типов моделей. Ты можешь приостановить сборку в любое время и вернуться к ней позже, а затем завершить и выставить их в одном из своих многочисленных витрин. К сожалению, на данный момент, по крайней мере, вы не можете изменить модель, которая была доработана. Я надеюсь, что это то, что изменится в будущем. У тебя есть еще больший контроль над освещением, диффузией, глубиной резкости и расположением ваших моделей в области фотографии, что позволяет тебе создавать несколько сложных сцен диорамы, а затем делиться ими в социальных сетях. Режим карьеры, путешествие под руководством истории по каждой из доступных моделей в день запуска, также служит учебным пособием и включает модели, состоящие всего из четырех частей, вплоть до 172 частей. Эти модели включают танки, подводные лодки, корабли и самолеты, плюс многое другое. И в дополнение к уровню сложности каждой модели по умолчанию, ими также можно манипулировать, чтобы они были менее сложными для строителей первого раза. И эта техника широко используется в карьере, где определенные разделы уже созданы для тебя. Замысловатый, ключевое слово, когда дело доходит до построения моделей, и разработчики хорошо знают об этом. Они позаботились о том, чтобы у нас была не только правильная механика для манипулирования каждой отдельной деталью модели, чтобы мы могли получить доступ к каждому углу каждой отдельной детали. Но также они тщательно позаботились о том, чтобы у нас были все необходимые инструменты для создания масштабированных копий так, как мы хотим их сделать. С помощью инструментов, включая скальпель, кусачки, напильники с грубыми краями, наполнители, наждачную бумагу, тонкие полировальные листы, текстуры, кисти, аэрографы, клейкую ленту, наклейки и многое другое. Вы быстро поймете, насколько хорошо они проделали работу по воссозданию реальной вещи. И все становится еще более реалистичным, если ты сможешь подключить планшет и стилус. Так давай обсудим, почему это хорошая идея. Во-первых, это не предназначено для того, чтобы заменить модельное строительство или каким-либо образом конкурировать с ним. На самом деле, прямо противоположная цель для разработчиков здесь. Они на самом деле хотят побудить новых людей попробовать себя в модельном бизнесе и, возможно, побудить пожилых людей, которые, скажем, десятилетиями не брали в руки набор, вернуться к одному из своих детских развлечений. Так что, если ты юноша и никогда в жизни не строил модель, значит ты действительно что-то упускал. Конструктор моделей предлагает тебе быстрый, чистый и простой способ испытать создание моделей в первый раз, без необходимости покупать все краски и необходимое оборудование. Может быть ты уже в годах, и твоя мелкая моторика или зрение уже не совсем те, что были раньше, и ты обнаруживаешь, что настоящее моделирование становится слишком сложным. Ну, конструктор моделей имеет множество элементов управления, функций и опций, встроенных в игру, чтобы любому было очень легко создавать даже самые сложные из предлагаемых моделей. И разработчики стремятся к дальнейшему обеспечению того, чтобы они учитывали как можно больше возможностей для инвалидов. Но что, если ты уже знаешь все о создании моделей и предпочел бы просто построить настоящую вещь? Ну, если ты уже не профессиональный эксперт по созданию моделей, то задумывался ли ты о том, насколько было бы полезно, если бы у тебя был доступ к точно такой же идентичной модели, которую ты собираешься создать в цифровом формате? Чтобы ты мог практиковаться на ней, не опасаясь повредить ее, ты мог бы попробовать разные схемы окраски, прежде чем наносить краску на пластик. Ну, такого рода функциональности еще нет, но по моему скромному мнению, это всего лишь вопрос времени, когда она появится. Я бы сказал, что конструктор моделей достаточно хорош, чтобы дать возможность начинающим и опытным мастерам попробовать некоторые новые техники. Усовершенствуй несколько старых. Или, может быть, как я, дать тебе уверенность, необходимую для того, чтобы взломать те модели, которые пылились под твоим столом, и на самом деле просто попробовать. Не стучи в него, пока не попробуешь. Я думаю, что в качестве краткого способа объяснить, что такое конструктор моделей для меня, это намного более совершенное, чем я когда-либо мечтал. И как только ты берешь это в руки и начинаешь увлекаться, я должен сказать, что это немного затягивает. В любом случае, я надеюсь, что этот отзыв был тебе полезен. Пожалуйста, нажми кнопку «Мне нравится», подпишись и оставь свои комментарии в разделе комментариев ниже. Я хотел бы знать, что ты надеешься построить, или хотел бы построить в будущем. Спасибо, что посмотрел. Береги себя. Пока, прощай. Субтитры сделал DimaTorzok